Ну что же, мы встречаем снова гостей. Татьяна Ивлева, директор Музея Мемориала Победы. Позвали мы Татьяну, потому что в Мемориале объявлен конкурс. И внимание всех сейчас художников, скульпторов, дизайнеров и, в принципе, молодых, инициативных, но не только молодых. Да, Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Татьяна, получается, скоро в краевой столице появятся новые, так сказать, памятники? Ну да, можно сказать и так. Речь идет о нескольких специфичном виде памятников. Тех памятников, которые будут установлены на захоронениях ветеранов на территории кладбищ города Красноярска. В городе существует программа по установке памятников ветеранам, кто умер до 90-го года. Им за счет бюджета города заменяются памятники, устанавливаются особого образца. Сейчас это традиционный, привычный нам для сегодняшней системы захоронений прямоугольный памятник. Да, вот, да, с освенченной звездой. Да, с звездой. Но по инициативе общественников и Совета ветеранов принято решение о том, что этот памятник должен иметь какой-то особый внешний вид, для того, чтобы он был легко узнаваем на кладбище, и все могли поклониться памяти ветеранов. Ну и также волонтерам можно было ухаживать, потому что очень много могил, то есть люди умерли достаточно давно, 50-е, 60-е годы, не у всех уже остались родственники. Для того, чтобы волонтеры могли брать их под свое шефство и за ними ухаживать, вот принято решение, что эти памятники должны иметь особый внешний вид. Либо какой-то отличительный знак, чтобы их было очень легко узнать и найти на территории наших кладбищ. А есть уже понимание, ну, хотя бы там, не знаю, эстетика этого памятника, какие-то все-таки рамки, потому что ведь на креативе эти могут по-разному сказать, я художник, я так вижу, а здесь, ну, все-таки важная тема, которую нельзя перейти, да? Конечно, для авторов, тех, кто примет участие в конкурсе, нужно понимать, что, во-первых, это все-таки территория кладбища, и здесь очень специфичного креатива, да, может быть, не очень уместен. Особое значение имеет, что это должно быть массового производства, то есть это не индивидуальная работа, это будет в массовом производстве, то есть в год устанавливается порядка 80 памятников, то есть, соответственно, это будет на протяжении нескольких лет установка, то есть это не индивидуальная работа, да, плюс это должно быть долговечное, потому что это устанавливается, и это должно простоять очень многие годы, то есть не должно быть каких-то много мелких элементов, которые легко отламываются. Это стоит на территории, где есть и деревья, и птицы, поэтому это может быть... Ну, и непогода может, да, чтобы это не развалилось через год, поэтому это все нужно учесть авторам, но, естественно, тематику, специфику, все необходимо понимать, прежде чем подавать заявку, то есть это такой важный особенно момент. А вот куда подать заявку, да, и есть ли уже первые какие-то варианты у вас? Заявок еще пока на сегодняшний момент нет, заявки принимаются в музей Мемориал Победы, можно прийти лично подать заявку, либо направить по электронной почте мемориал нижнее подчеркивание 24 собакамейл.ру. Положение есть на сайте музея, полное положение о конкурсе, и вся информация, которая нужна для этого, на сайте администрации города Красноярска, поэтому все, кто заинтересуется, всегда могут получить информацию, либо позвонить нам по телефону, мы расскажем уже подробнее, какие могут возникать вопросы. Заявки принимаются с 1 августа по 1 октября, то есть есть еще почти два месяца, когда можно поработать и представить свои результаты. Вы ждете эскизов или описания? Ну, все-таки желательно, наверное, сразу какой-то век. Да, желательно, то есть к заявке, которая там персональные основные данные контактные содержат, нужно приложить эскиз самого памятника, если у кого-то есть желание у автора сделать это уже в виде объекта, то есть это может быть на усмотрение уже автора, и, конечно, должно быть описание с указанием размера, материала, из которого это будет изготавливаться, базовые идеи, которые все-таки закладывает автор, это может быть непосредственно сам памятник, который устанавливается на надгробе, либо какой-то памятный знак на традиционный памятник, но такой легко узнаваемый, потому что звезда не всегда узнаваема, не для всех, по крайней мере, так, как говорят. Ну что ж, призываем всех поучаствовать и таким образом помочь и преобразить памятные места, где захоронены ветераны или трущинки тыла, и вот так вот патриотично внести свой вклад в воспитание молодежи и так далее, потому что это все-таки развивает в первую очередь культуру и историю. Историю, конечно. Спасибо большое. Мы говорим Татьяне Ивлевой, директором музея «Мемориал Победы» за сегодня визит утренний этот, и надеемся, что вам будет трудно выбрать из набросков и эскизов. Столько будет у вас желающих. Спасибо большое. Спасибо.